Наши люди веселиться умеют. Сотрудники радиостанции Диполи-ФМ вместе со слушателями развлеклись на славу. Они метали не ядро и даже не ножи, а телефоны. Давайте вместе посмотрим на летающие мобильники. Ненастная погода не стала помехой для очередного креативного мероприятия, которое организовала всеми любимая радиостанция Диполи-ФМ. Сегодня здесь происходит историческое событие, друзья мои. Первый чемпионат Тюменской области по метанию мобильных телефонов. Затея, которая родилась буквально из воздуха. Это состязание входит в число мировых соревнований по необычным видам спорта. Первое мероприятие прошло в 2000 году в финском городе Саванлина. В Тюмени конкурс проходил в трех категориях. Соревновались отдельно мужчины, женщины и юниоры. Кроме традиционной оценки по дальности метания, специальное жюри оценивало креативность метания. Самый красивый и необычный бросок. Зимой хотели дачу купить, а там поле было большое. Мы взяли снега немного на поделки всякие. Пригодилось. Я просто хотела планшет и раньше снимала карате. И вот пришла такая идея, что в стиле карате. Сальто, метание сразу двух мобильных и просто броски на 70 метров вдаль. Тюменцы проявляли себя на все 100. Официальными комментаторами чемпионата стали ведущие самого популярного утреннего шоу-контора, которые и в дальнейшем готовы проводить соревнования подобного рода. Если нам будут платить, то я думаю, что стоит. И почаще, да? Ладно, Тюмень это город, где люди любят развлекаться и веселиться. Я думаю, конечно, это отлично. Это мероприятие нужно проводить ежегодно. Призами для победителей стали новые гаджеты. А все остальные участники и зрители шоу получили заряд хорошего настроения и море позитивных эмоций. Евгения Волкова, Александр Гришин, Сибинформбюро.